Сегодня будет выпуск «Как правильно наебиниться». И начнём мы разгон с пивка. Но за здоровье, Таня. Розовая. Савиньон Розе. Красненькая. А он всё такой ширины, вот такой. И вчера было весело. Михаил Вячеславович, Михаил Вячеславович, простите. Вы что здесь делаете, блядь? В субботу утром, в охуели. Да ещё и с выставленным следом. Что такое? Михаил Вячеславович, вчера мы снимали ролик «Как правильно наебиниться». И мы настолько в этом преуспели, что в какой-то момент вы заперли входную дверь и заснули. Да, и оставили нас тут на всю ночь. Мы даже свет не смогли убрать. Давай, наверное, снимем ролик «Как правильно похмелиться». Отличный вариант. Давайте. Чё, чё мы хотели рассказать-то? А, как правильно похмеляться. Точно. Смотри. Первое, что приходит на... Вот это желоб. Привет, дорогой. Во-первых, мы с тобой разберёмся, о чём бывает похмелье. Народные методы борьбы с похмельем. Медикаментозные методы борьбы с похмельем. Какие-то глубокомысленные выводы. И первое, с чём мы начнём с тобой. Что с правил? Что с похмелья нельзя пить пиво. Потому что похмеляться-то, иными словами, алкоголем. По причине того, что когда мы что-то где-то когда-то пили, у нас перегружена вся центральная нервная система, желудок, что-то у нас ещё перегружено. Печень невестима. Точно. Печень. И нам на самом деле достаточно дурненько. Это я просто говорю. Вот. И когда мы с тобой Пьём какое-нибудь пиво Это не самое полезное действие, потому что алкоголь нам не нужен. Сейчас нужно обойтись без алкоголя. Хотя теоретически существуют люди, которым с похмелья помогает небольшая порция алкоголя, выпитого вчера. Будем считать, что мы... А мы же разгонялись пивом. Это продолжение вот этого ролика, как правильно она ебенится. Про чём говорили? А, мы говорили с тобой, что пиво по утрам не надо пить. Это не полезно и не здорово. Поэтому никогда не похмеляйся. Ну, если в тебе много здоровья, конечно, это может в некоторых случаях помочь, но мы категорически против. Твоя здоровья. А. За здоровье Тони. У него опять проблем. Твоя здоровья. Твоя здоровья. Твоя здоровья. Мы про чё вообще? Про похмелье. Ой, хорошо стоит стол. Так, мы завесили уваженный дислеймер, что похмеляться с утра нельзя. Это очень важно. Поэтому далее и впредь мы будем следовать этому правилу. Поэтому сейчас, на данный момент, надо разобраться. И основные причины похмелья. Собственно говоря, их три. Основные. Все остальные по мелочи даже брать не будем, потому что первое, это от того, что этанол, попадающий в организм, расщепляется. Расщепляется он до... А до этого. Не до крышки дошика, а до ацетальдегидрогеноза. Ацетальдегид... Я, короче, не выговорю это слово. Вот сюда мы его завесим. И происходит, что основное отравление вот этим действующим веществом. По сути, это говоря, яд, который нас отравляет. Второе, что происходит с нами, мы теряем огромное количество витаминов и минералов. Третье, это нарушение кислотно-щеловечного баланса. Четвертое, обезвоживание. И пятое, психоэмоциональные последствия в результате действия оттанола на организм. Об этом мы поговорим потом. И, по сути говоря, все, что с нами происходит, это последствия вот этих вот там пяти вещей. И с каждой по отдельности можно бороться, можно не бороться. Кстати, они бороться. Причины возникновения алкогольного похмелья понятны. В принципе, ты можешь открыть любую статью в этом вашем интернете и тебе объяснят, что, от чего и как влево. Блять, пиво. Преклонная пауза. Сука, вот. Я сколько раз убеждался, что из пива надо выгонять газы. Сука. И пока у меня выходит газы из пива, давай разберемся с такой штукой. Есть народные методы борьбы с похмельем. И достаточно много. Пройдемся по самым основным. Какие-то из них действенные, какие-то недейственные. А потом, во второй части, мы перейдем к медикаментозным, моим любимым методам борьбы с похмельем. Причем мы не берем скорую. Она нам, в принципе, не понадобится. Мы, надеюсь, до такой степени не напьемся. И одно из самых таких любимых развлечений людей это по утрам пожрать что-нибудь жирненького. Это вот у нас например оливьешечка со вчерашнего дня. На Новый год прокатывает замечательно. Давай скажу так. По чесноку если ты здоровый молодой лоб, то в принципе не проблема. Если ты алкаш со стажем и у тебя уже я не знаю отказала печень, то наверное это тоже проканает. Но для более-менее здорового нормального человека это не лучшее решение, потому что печень и так перегружена. А жирная пища не самое лучшее средство. Поэтому это мы отдадим лучше в пользу голодающим и тем, кто не страдает похмельем. второй распространенный способ борьбы с похмельем это что у нас? Рассольчик. Давай так. Если у тебя нормальные хорошие бабушкины огурцы соленые, то это офигенный вариант. Потому что по сути солевой раствор это концентрат солей, калия, магния, натрия, все там есть. И это здорово восстанавливает минеральный баланс. Но если это маринованные огурцы, вот смотри, вот здесь огурцы соленые по-домашнему. Я думал мы маринованные купили, а это соленые. Класс! Вот этим можно похмеляться, если они соленые, но не маринованные. Потому что маринованные напоминают они на уксусе. Одно из последних продуктов разложения этанола это как раз уксусная кислота. И тебе уксус к уксусу нахер не нужен. А вот соль и растворенная соль это вообще тема. Поэтому рассол капустные огуречные это прям тема это кайф. Это не миф, это действительно действующая вещь. Причем она еще научно доказана. Опять же далеко не у всех людей есть запас огурцов соленых маринованных. 10 хороший вариант народ любит вспомнить поговорочку поздно пить боржоми когда почки отвалились. Ну может быть почки то и поздно а вот для печени и вообще для организма в целом напиток типа боржоми или нарзана ладно или самый прекрасный на мой взгляд самый ядреный херни это и синтуки 17 вот это типа классная штука точно по той же самой причине что как и в рассоле там достаточно большое количество минералов в частности калий магний натрий это как раз все то что умывает алкоголь точнее говоря не совсем алкоголь умывает на самом деле вода которая у нас происходит приводит к обезвоживанию собственно говоря организм напоминает тебе что алкоголь очень активно связывается с водой проникает межклеточной ткани ты в итоге опухаешь при этом алкоголь многие виды алкоголя обладают ярко выраженным мочегонным эффектом иными словами ты стышься при этом у тебя вода оставшиеся попадает ткани в итоге ебло вот такое с утра сушняк тебе дурно и при этом после того как ты еще и бросался у тебя калия магния натрия и прочих всех солей не хватает а это напоминает а это напоминает такие проводники нервных импульсов плюс межклеточные жидкости вот эти все дела нехватка этих жидкости приводит к тому что у некоторых людей по утрам с похмелья болят коленки или локти суставчики короче говоря это ребятки первый ориентир что нужно было попить что-то такое опять же напоминаю тебе простое правило что так же как и с пивом если ты фигач минерал очку выпусти из нее газики твоему желудку и так херово и лишние углекислота ему точно не нужно поэтому желательно налил стаканчик размешал ложечкой и пьешь и тебе становится хорошо все еще распространенный способ вода вода будешь в принципе не всех возникает необходимость с водой но я считаю что это лучшее средство на самом деле восполнения и более того скажу человек который с похмелья надо потихонечку примерно раз полчаса по 200 грамм воды выпивать и выпивать это в течение ну длительного времени для того чтобы вымыть быстрее остатки а алкоголь ацетальдегидрогеназы понял короче вот это слово кстати коли мы заговорили о жратве и о нашем любимом дошки ребят заберите мне пожалуйста дождь чай там кнопочку нажать достаточно хоть водички попей будешь искать у нас удачно уже закипела вода и можно заваривать доширак на мой взгляд доширак абсолютно пустая бестолковая еда что ты сказал про дошик но не из два плюса во первых она тепленькая что в принципе полезно не горячий дошик а тепленький нужно второе она легкая еда в отличие вот этой жирной жратвы которые типа оливьешки или какого-нибудь сала и борща и так далее бля борщ вообще хорошая штука он тоже много чего исполняет но без сала желательно короче легкая еда теплая а и она не нагружает желудок что в принципе тоже хорошо главное в дожки правильно заварить а где моя вилочка да в дожки самое главное вот это вот вот это вот вот эта мратья дожил говорю со столовым прибором ну кто-нибудь достигит пять минут лично меня с похмелья частенько часть тянет на вот эту дрянь я не знаю как это работает кто-то считает что это вредно кто-то считает что это полезно я считаю что просто из-за того что она хотя бы теплая это уже в принципе норм но и вернемся к напиткам мы говорили про минералки а для людей страдающий зожим есть такая прекрасная штука называется изотонические напитки очки меня поймут это та штука который ты берешь спортзал потому что это то же самое что и вот это но здесь добавлены еще какие-нибудь витаминчики группы b возможно какой-нибудь цинк еще какая-нибудь ерунда дополнительно по большому счету значениями кстати витамин группы b вообще очень хорошо полезно для организма страдающего похмелья и она еще часто какая-нибудь чуть-чуть подслащена какими сахарозаменителями какая вкусненькая ее не так противно хлебать как вот минералки но это уже на любителя да и вот такой говно у меня тоже есть еще некоторые люди любят похмеляться энергетиками а вот отхуевая идея дело в том что таурины кофеины на самом деле сейчас тебе не нужны есть ты страдаешь от похмелья ну да конечно говоря там бывает добавляют какие-то кислоты какие-то витаминчики но этот разгон для тебя сейчас не нужен потому что у тебя слишком густая кровь и вот это не разбодяжит ее будет пытаться прогонять быстрее а вот дурника будете становиться поэтому энергетики лучше оставить на вечер они тебе еще пригодятся при этом есть такой хороший класс напитков как кавасы или другая молочнокислая продукция например кефир айран все что вот молочнокислые те же самые кстати квасы они прекрасно восполняют те же самые минеральные вещества и еще обладают очень прикольным эффектом потому что у них есть пробиотики или вещества на них схожи иными словами они тебе пытаются чуть-чуть поправить кислотно-щелочную среду который тебя порушено в организме напоминаю вот единственное что с класса тоже желательно газ выпустить будешь ты будешь чем еще у нас любят люди похмеляться что люди любят делать похмелья по напиткам мы прошлись по алкоголю что его пить нельзя мы с тобой тоже решили что еще необходимо спать еще отличный спасибо большое мертвое тело распил чувствуют что еще полезно с похмелья что думают многие люди это например заняться спортом хуёвые идеи сразу говорю потому что у тебя очень опять а густая кровь ты обезвожен у тебя не хватает минералов и нагрузка физическая тебе точно не нужно потому что она будет тебе не в пользу а вот теплый душ не контрастный потому что психическая система твоя и так уже перегружен а вот как раз тепленький душ или слегка прохладники душ тебя вот освежит немножко взбодрит смоет вот этот противный пот который у тебя остался со вчерашнего дня так вот в идеале надо поспать но к сожалению алкоголь приводит такому эффекту как нарушение фаз засыпания просыпания и это конечно проблема но здесь уже поможет какие-то определенные медикаментозные вещи некоторые люди с утра еще любят бахнуть кофе крепкого вот это делать точно нежелательно потому что опять же напоминаю кофеин обладает разгоняющим эффектом а алкоголь изначально глушит организм и тормозит у тебя нервная система и так заторможена ты пытаешься ее разогнать против ее скажем так воли и получается ты разогнать ты ее сможешь но это будет в ущерб опять же твоей психической нервной системы то и похмелье только усугубится а вот такое интересное народное наблюдение что если не курить во время употребления алкоголя то похмелье будет гораздо легче вот она правильная но объясни пожалуйста курильщику что не надо курить когда бухает а потом попробуй увернулся от него и еще раз ему попробуйте это доказать поэтому вот это такое народное ненародно народно практическое применение не проканает лады что еще у нас интересно осталось из народных метров кто мне из ребят на кинет в баню сходить в баню сходить да в бане надо было ходить накануне опять же напоминаю тебе что дополнительный стрессовому организму нахер не нужен баня хороша для здорового человека люди которые любят сходить в баньку с похмелье гробит свою сердече сосудистую систему потому что у тебя густая кровь она очень плохо ходит а ты ее дополнительно еще нагружаешь да и так я еще спазм сосудов присутствует но это часто сопутствует как раз обезвоживание организму тушек фарафа кто не жал дождь с похмелья потому что он приготовлен с любовью это он еще овощи зажим это погоди этот мысли кости готовил с любовью или я засыпал туда максимальную полночь и остреньки да мне что-то нравится вот устро с похмелья но это не полезно мы про что говорили про средства похмелья спортом заниматься не надо в бане у не ходим бане мы ходили накануне чтоб подготовиться к алкоголю либо есть уж ты совсем уже восстановился вечером следующего дня теоретически можно но не нужно что еще нужно вообще по-хорошему лет надо по-хорошему был бы выспаться и второе что нужно сделать нужно хорошенько попить многого а я горел проводится у нас не проводится по этому принципу так с народной фигней мы разобрались давай решим с медикаментозными вещами и здесь мне нужна помощь пожалуйста заносите костя просто ибо не все суда у меня сейчас очень странная история происходит с тем что а мы за рольф не чокаемся роль фащева говно поэтому вот такое же состояние если не в курсе вот здесь расскажу так вот с народными средствами с тобой разобрались если вдруг ты знаешь какие-нибудь классные народные средства на самом деле каждый человек знает вообще огромное количество народных средств просто волком комментарии писани нам пожалуйста что помогает тебе и мы с удовольствием почитаем может быть кому-то это даже спасет жить но давай с тобой обратимся к фарме фармакологии и первое что эти нужно знать это название ацетилсалициловая кислота но лучше или ежа такие же вещи которые не так сильно раздражают желудок дело в том что аспирин очень классно помогает бороться с похмельем прям офигенно ацетилсалициловая кислота помогает как раз именно даже не печень и организм выводить вот это вот она короче вот это слово с аспирином есть проблема и если у тебя есть склонность кровотечением или у тебя малокровие или еще какие-то такие вот проблемы и по моему там чоке то есть противопоказания а слабо желудок то он может повредить как раз лишен этих проблем он не раздражает желудок и дозировка от стилсалициловая кислоты здесь небольшая поэтому одно сердечко или что-то подобное тебе поможет но если тебе приходится пить аспирин то пожалуйста возьми две ложки и между ними раз толки таблетку и пей уже порошок потому что есть от ее глотаешь целиком она у тебя лежит в желудке долго-долго растворяется если ты ее раздали то мгновенный эффект тебе гарантирован чему приводит аспирин он разжижает кровь это наверное самое главное классное действие за счет разжижения у тебя происходит быстрее кровообращение и переработка вот этих всех продуктов распада алкоголя этанула и как следствие тебе быстрее легчает плюс легкий обезболивающий эффект прям волком помогает говорят просто с места пора стать с места хочу этому тут выставь сергеевич как же так и скорее хочу давай искать а у нас такой хуй на выпуск про похмелье для всех любителей цитрамона могу сразу накинуть мне дружище который обожает пить с похмелье цитрамон он нежелатель потому что там кроме ацетил салициловой кислоты еще и присутствует кофеин кофеин себе точно не нужен следующая офигенная штука янтарная кислота она поможет даже круче чем ацетил салициловая вообще их вместе в принципе желательно рекомендуют употреблять здесь берется по массе тела поэтому дозировку эти говорить не буду это может бахнуть самостоятельно что по янтарке могу тебе сказать если вдруг ты настолько охеренно сознательный и выпьешь ее перед тем как отвалиться спать пьяным то тебе полегчает гораздо легче потому что даже пока ты пока ты будешь спать организм быстрее с этим будет бороться следующее что тебе будет нужно это соли калия магния в принципе это мы брали так это не то вот в висендуках нарзании это вот все вот там вот либо можно взять таблеточками это чтоб сердечко и нервная система быстрее восстанавливать витамин чек c шипучий растворимый очень полезненько пару штучек потому что печенюшки надо помогать и тоже будет не хватать витаминов очень интересный полезные штука уголь активированный но с углем активированным есть одна интересная вещь его пить утром бесполезно его имеет смысл выпить на ночь когда тебя заканчивается вечеринка ты уже отходишь ко сну и не хочешь блевануть это самый лучший способ избавиться от остатков алкоголя в желудке кстати напоминаю тебе что алкоголь попадая в организм он частично впитывается во рту в пищеводе по пути вы и желудочно-кишечном тракте он постепенно впитывается поэтому чем больше ты сожрешь тем медленнее будет сасываться алкоголь поэтому на на полный желудок народ бухает больше и забирает сначала меньше а похмелье потом жестче потому что все равно вся эта алкашка пройдет в тебя по любому и вот здесь как бы спастись от этого поможет повливать если вливать не хочешь уголь либо любой другой абсорбент кстати так интересно наблюдение черный чай тоже является абсорбентом но слабеньким но уголь простой недорогой качественный вечером если выпил то похмелье будет гораздо слабее единственное не боись черных какашек они будут уголь на черные ну там зло выходит из тебя и есть еще одна интересная штука который я почему-то ни разу не видел на сайтах как бороться с похмельем и прочие вот эти все вещи дело в том что у людей после того как их нервная система была прибита это новым то бишь заторможена плюс вырабатывается какие-то гормоны депрессии все это ерунды люди очень часто по утрам и по вечерам после обильного влияния страдают часто рада совесть совесть их начинает мучить зачем я так нахуя выпил депрессии вот этот вот раскачка и здесь тебе поможет глицин но мне его нет глицин это из разряда янтарной кислоты это тоже какая-то из кислот название не помню как правильно называется опять же помогает бороться с похмельем и плюс немножко стабилизирует нервную систему но если у тебя нет глинцира ты можешь перейти на следующий уровень следующий уровень у нас называется на тропы что такое на тропа это вещество которое улучшает кровообращение мозга а напоминаю тебе что у тебя сосуды спазмированы и поэтому кровообращение крайне хуёво а за счет расширения сосудов улучшается кровообращение и из ткани быстрее выводятся продукты вот этого слова поэтому тебе становится гораздо легче и быстрее и совесть перестает мучить зачем ты вчера так наебинился и что ты вчера вытворял на столе или под столом да неважно короче перестает мучить потому что вот эти побочные эффекты депрессивных гормонов быстрее выходят из тебя и заменяются на позитивный который должен быть нормальным здоровом человеке в принципе наличие вот это вот комплекта позволяет пережить гораздо эффективнее похмелье чем просто вот эти народные средства единственное что нужно туда добавить это вода ну не обязательно прямо эта вода любая вода которая у тебя из дома даже из чайника прекрасно подойдет чтобы все это дело прекрасно тебе помочь проглотить заглотить употребить ну короче чтобы тебе было хорошо с фарм так с мифами разобрались с фармой разобрались ты что-нибудь налить ну здоровье дырки твити 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 кто не бумер может напевать хироси может как-нибудь посмотрю тогда давай мы с тобой договоримся таким образом у нас вот есть форма донатов поддержки вот это вот алкогольного трэша в принципе на таблетки алкоголь мне хватает а вот видео продакшн он стоит денег времени ресурсов и он больше жирает чем алкоголь таблетки прочь всякая ерунда поддержать наш канал можно вот форма ссылка в описании все как ты любишь что я могу сказать самый лучший способ борьбы с похмельем это не пить но тот ты это сказал наверное редкостный долбоёб простите человек твердых взглядов высокоморальные твердых знаков религии вспоминайте цитату чехова какой ну про то что если человек вам говорит что он не курит не пьет стоит задуматься они сволочью да так же получилось что это ну это один из способов получения энергии мозгом собственно этанол и глюкоза если память не зная это единственное что проникает нам в мозг и это вещество присутствует как нашем организме есть такое понятие эндогенного алкоголя то бишь наш организм сам вырабатывает этанол плюс он постоянно встречается природе и идет с человечеством миллионы лет иными словами люди пили пьют и будут пить и никуда от этого не деться а мы будем насраживать всяких замечательных напитков помогать с ними бороться то бишь они потому что они же зло поэтому будем с ними бороться жестоко их побеждать правильно а затем на позитивной ноте мы ни в коем случае не призываем никого к распитию потребление и злоупотребление тем более но если же так получилось что ты напал на алкоголь на тебя напал алкоголь то употребляю пожалуйста в хорошей компании замечательными людьми которые можно просто даже банально повернуться спиной в бане в данной мужской компании у нас даже персонаж не боится спать а затем господа обнял девчонки на нежные люблю целую я не знаю как вы дожили до конца этого выпуска надеюсь был прикольный до новых встреч я к такому маме не готовила На самом деле это самая хьюная кара. Хотя с другой стороны, все что в рот влезло, оно полезно. Похмели хочется какой-нибудь чебурек или беляш. Труп запшикал. Наверное, снится что-то крейсеру Аброле, что там в рот влезло. Вот эту погремушку надо было убрать. Вот эту? Погремушку достать. Что за работа? Ты на работе бухаешь и спишь. Лучшая работа в мире! 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 Лучшая работа в мире!